Сегодня в Вильнюсе стартовал саммит Восточного партнерства, форум в котором принимают участие лидеры Евросоюза и представители шести бывших советских республик Украины, Молдавии, Азербайджана, Армении, Грузии и Белоруссии. В этот раз саммит проходит на фоне скандалов и дипломатических споров. Власти Украины в последний момент отказались подписывать соглашение об ассоциации, Ереван объявил о вступлении в таможенный союз с Россией, Москва и Брюссель обмениваются жесткими заявлениями о давлении на бывшие советские республики. И только Тбилиси и Кишинев сегодня, кажется, стали на шаг ближе к Европе. Интриги. Переговором добавил факт незапланированной встречи руководителей Евросоюза с Виктором Януковичем, о содержании которой не сообщается. Из Вильнюса передает наш собственный корреспондент в странах Балтии Андрей Хромцов. Центр Вильнюса сегодня превратился в филиал Киевского майдана незалежности. Здесь собрались несколько десятков этнических украинцев и сочувствующих литовцев, чтобы потребовать от президента Украины внимания к позиции его собственных избирателей. Мы тут собрались, чтобы показать, что наше единство, наша воля могут перебороть решение Виктора Януковича. Мы уверены, что участие в ассоциации требуется принять именно сегодня и здесь. Руководители Евросоюза, прибывшие на литовский форум, не скрывают своего разочарования. Главный пункт в повестке дня – подписание Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом и договор о свободной торговле оказались под более чем реальной угрозой срыва. Но есть и положительный момент. Грузия и Молдавия, как планировалось, увезут с саммита определенные бонусы. Договор о свободной торговле, который, конечно, дает большие преимущества и продукции, разные продукции этих стран в европейский рынок. Конечно, и это договор о взаимной выгоде. Тоже это все же продукция, которая будет идти из Евросоюза в эти страны. Это все же более облегченный визовый режим. Надежда умирает последней. Все основные вопросы будут решаться завтра. Руководство ЕС надеется, что президент Украины Виктор Янукович еще одумается и подпишет исторический документ об ассоциации с Европейским Союзом. Иначе, как указал премьер Литвы Альгердас Буткявичус, вопрос о сотрудничестве ЕС и Украины будет отложен на неопределенный срок. Да и будущее самого Восточного партнерства может оказаться под угрозой. Если программа, запущенная для развития сотрудничества с шестью постсоветскими республиками, не приносит ощутимых результатов, значит, в ней нет необходимости. Прямо накануне саммита украинская заключенная номер один, экс-премьер Юлия Тимошенко, призвала лидеров ЕС подписать соглашение об ассоциации, не требуя ее освобождения, что было одним из ключевых условий ЕС. В Вильнюсе этому весьма обрадовались. Проблема почти решена. ЕС наверняка отменит свое требование. Нужно только дождаться ответный шаг Киева. Ответного шага не последовало. Сегодня стало окончательно ясно. Дело совершенно не в Юлии Тимошенко. Не стесняясь в выражениях по этому поводу накануне саммита высказался британский премьер Джеймс Камерон. Проблема, заявил он, кроется только в политике натиска и шантажа, которую по отношению к Украине применил ее северный сосед. После непродолжительных переговоров с Виктором Януковичем Камерон вышел крайне расстроенным и обычно общительный, отказался говорить с журналистами. Сегодня резких заявлений больше никто не делал. В кулуарах заговорили о том, что если Украина не подпишет договор об ассоциации с ЕС, это не повод ссориться с Россией. Литва уже убедилась в том, что у Кремля есть меры воздействия. Местные крестьяне больше месяца выливают половину своего молока в канаву. Экспорт в Россию полностью заморожен. Хотя еврочиновники не скрывают, они готовы и будут продолжать бороться за Украину, Грузию и Молдавию. Мы готовы очень серьезно работать со всеми странами по поводу евроинтеграции, но, скажем так, решение принадлежит и Украине, и Грузии, и Молдове. Конечно, что вступление этих стран в Евросоюз, это не вопрос сегодня или завтра. Там еще очень много что делать. Возможное, так здесь пока говорят, неудача с Украиной не должна остановить продвижение других стран в ЕС. Если, конечно, эти страны действительно хотят сближения с Европой. Андрей Хромцов, Вадим Репецкий, Литва, Вильнюс, Артевяй.